Привет, друзья! В общем, какое видео я хочу вам сегодня показать. У меня вот было удилище одно бюджетное фирмы Nautilus. Вот оно. И вы видели его, если смотрели мой ролик про черницу, я ловил на это удилище. Называется оно Magnet Standard Carp. Здесь девять колец. Первое кольцо 50-е, по-моему, оно. Ну, выглядит как 50-е, по крайней мере. Я его не измерял. Вот. Здесь девять колец, и верхнее такое маленькое, что здесь нельзя использовать шок-лидер, надо использовать леску со встроенным шоком, либо ловить на плетенку. Вот. И какой минус еще был, то, что очень маленький хват. То есть, здесь вам недостаточно рычага, как мне показалось. Ну, по крайней мере, мне недостаточно рычага, чтобы бросать им достаточно далеко. Я что сделал, попросил у ребят еще два удилища. Здесь, вот, можете видеть новое удилище, еще пока оно не продается. Называется оно Magnet Carp. Здесь, которая старая, Magnet Standard Carp. А это удилище, я не скажу, как оно называется. Вы должны отгадать сами. Тот, кто гадает, как это удилище называется, получит от меня два пакета бойлов Starbites. Вот. Поэтому оставляйте комментарии прямо на ютубе. Как только отгадаете, получите два пакета. Вот. Так, в общем, у вас есть три попытки. Вы можете сразу назвать три варианта, как она называется. Можете использовать их по мере того, как народ будет отгадывать. То есть, использовать, допустим, можете один вариант, потом подождать, увидите, что варианты какие-то использованные. Подождать еще новый вариант. В общем, у вас три варианта. Попробуйте отгадать. Кто гадает, получит два пакета бойлов Starbites. Так, в общем, что в этих новых удилищах изменилось, хочу вам сказать. Также удилище, в общем, из бюджетной линейки. Здесь уже шесть колец. Я сейчас им попозже покидаю, посмотрю, как они бросают. Обычные вот это вот удилище Magnet Car. Здесь и кольца простые стоят, но их, как я говорил, уже шесть. То есть, уже строй, наверное, изменили все-таки. И вот это вот удилище. Здесь тоже шесть колец, но здесь кольца интересные такие, трехлапчатые, красивые. А, да, вот еще такая фишка, что вот это удилище Magnet Car, оно трехчастное. Ну, такое вот мнение ходит в интернете, что чем больше стыков, тем больше изъянов типа удилища. Но, на самом деле, отчасти это не так, потому что, чтобы оно сломалось, тут должна быть нагрузка максимальная, вот на стык. Это, ну, не знаю, и вы должны его сильно перегружать. В общем, как-то мне с трудом в это верится. Так оно трехчастное, перевозки очень удобно. Вот посмотрим, как оно будет бросать. По сути, в принципе, все. Здесь два удилища 360. Вот этот Magnet Standard Car, который у меня был, оно 390. Я им бросал. Бросать оно, кстати, нормально. Сами они построят такие параболического, то есть мягкие, хорошо гнутся. Ну, и бросать им, соответственно, будет комфортно. Сейчас сделаю пару бросков. Ну, как пару, наверное, два десятка. А потом посмотрим и расскажу, что, в общем, с ними такого интересного есть. В общем, стоит ли их брать или не стоит. Погнали. Так, это удилище Magnet Car. Оно трехчастное. Сейчас побросаем, посмотрим, как оно бросает. Ну, как я говорю, хват очень маленький. Видите, где с моим ростом, метр девяносто восемь, не очень комфортно, потому что рука не вытянута как надо, и я не могу нормальный рычаг ему задать. Хотя летит очень хорошо. Есть у меня мои мягенькие удилища Prologic C2, вот очень похожи. Но Prologic все-таки пожестче немножко будет, чуть-чуть пожестче. Как-то бросать комфортнее, я бы сказал. Ну, здесь кольцо первое 30, да, я вчера померил. Верхнее примерно 12. Что, наверное, посоветовало бы производителю все-таки сделать нормальный хват, померив вчера вот этот хват. И что у этого удилища, у нового и у старого, хват очень маленький, по-моему, в районе 52 сантиметров был вот этот хват, то есть от середины катушка-держателя до конца комля. Вот. У сподовой палки, которой мне очень нравится кидать Prologic Spoder называется, там хват 68, представляете, да, здесь 52, по-моему я сказал, да, 52. То есть разница очевидна, там очень комфортно бросать, здесь не так комфортно. Ну, бросать его хорошо, я сейчас не вкладываю сильно в него, да и не могу, потому что мне неудобно вот этот маленький рычаг, хотя, ну, кстати, 360 удилищ, не 390. Если в 390 хват больше, то это плюс. Мне, конечно, 360 не комфортно бросать, я не могу нормальную дугу задать. Поэтому у меня и маркер 13-футовый, хотя маркер у меня рабочее удилище Sonic S4, я им спокойно врукирюсь. Но, кстати, вот на Sonic тоже хват маленький, я бы вам сказал, но больше, чем здесь, но мне все равно маленький. Такие у меня длинные руки. Так, в общем, я этим удилищем побросал, сейчас буду бросать другим удилищем, которое вы, кстати, должны отгадать. Если отгадаете, получите два пакета бойлов от компании StarBytes. Так, вот этим бросаю новым удилищем. Отгадайте, будете молодцы. Не гадайте, но ничего страшного. Следующее я побросал, вот это вот трехчастное Magnet Carp. Хорошее удилище, да, с изучением того, что маленьких ватт. А так, в принципе, к ним претензий нет. Даже то, что сейчас не современно, ведь маленькие колечки. Здесь оно 30 и тут 30, кстати, тоже. Но кольца отличаются. Вот если посмотрите... Вот, кольца здесь, вот здесь, конечно, прикольнее, чем обычно эти классические. Да, по самим удилищам замечаний, в принципе, нет. Только к производителю, если он посмотрит это видео, сделайте нормальный длинный хват, и тогда эти удилища могут спокойно занимать свой сегмент рынка. Здесь кольцо я бы увеличил, потому что на предыдущей модели кольцо здесь больше. Здесь не 30, а 40, по-моему, или 50 даже стоит. Вот. Если будет нормальные кольца и нормальный хват, эти удилища, конечно, будут очень неплохие за свою цену. Так что как-то вот так. Надеюсь, вам этот обзор понравился. Даже не знаю, назвать это обзором или так, просто покидушки тест новых худилищ. Все. Всем спасибо, что посмотрели. Всем пока.